Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня поговорим о профессии, которая очень, наверное, важна, потому что, ну, глобально это медик, человек, который занимается медициной, который руководит огромным коллективом. Ну и, что самое важное, что есть своя уникальность во всем этом. В общем, обо всем по порядку. У нас в гостях кандидат медицинских наук, врач, детский уролог, андролог, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Московской области по детской урологии-андрологии, заведующий уроандрологическим отделением Московского областного центра охраны материнства и детства, который вы также знаете, как Мацомт, Андрей Андреевич Суходольский. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Здравствуйте. Сразу же скажу, что Андрей Андреевич к нам приехал после дежурства. Вообще дежурство, ну, вы же вроде как руководитель, зачем вам дежурить-то? У вас должны быть какие-то там заместители или просто врачи. А вы каждое утро пришел, отработал, в 18 часов ушел. Или так не бывает? Так не бывает. Во-первых, все врачи, наверное, не только нашей больницы, а большинства стационаров, живут в больнице. И многие говорят, что это их первый дом, а второй дом уже своя семья. То есть нет вот такого вот подхода. Да, и поэтому дежурство или время вне рабочее мы все равно очень много проводим в больнице, занимаемся пациентами, потому что отключиться от этого практически невозможно. Большинство наших коллег это очень интересно. Ну и 24 часа, потому что это же, тут невозможно сказать, что там 18 часов, мы операции прекращим. Дома мы тоже думаем о наших пациентах и находимся тоже на работе. И вы считаете, что вот как руководитель, он тоже должен быть в обойме все время, чтобы не потерять хладку и так далее. Говорить мы будем, естественно, об отделении, потому что оно уникальное, единственное в своем роде. И будем говорить о научных исследованиях, потому что многие иногда забывают, что работа в медицине – это не только вылечить, зная уже, ну как, схема лечения, да, а она же меняется, потому что придумывают новые лекарства, придумывают новые способы. Тем более, что речь идет о детском урологе. Когда к нам приходят врачи разных направлений, которые, ну как бы для взрослых и для детей, я всегда задаю вопрос, задам его вам. В чем разница-то? Это еще более аккуратный доктор? Потому что со взрослыми-то можно уже пожестче? Или как? Ну, наверное, не в таком ключе стоит об этом говорить. Ребенок – это еще растущий организм, формирующийся. И органы и системы вроде бы они одни и те же, но они еще не сформированы, они не защищены еще так от внешней агрессии, от внешней среды. И поэтому врач детский должен всегда учитывать эти моменты. То есть никакая хрупкость добавляется к этому? Да, безусловно, безусловно. Особенно важны первые дни, первые месяцы жизни, так называемый неонатальный период. А в последнее время уже очень много говорят и об интранатальном периоде, когда ребеночек еще не родился, сейчас очень много возможностей есть, чтобы пронаблюдать, как он растет, как он развивается. И мы его уже ждем, порой, с какими-то серьезными заболеваниями, чтобы эти заболевания исправить в первые дни жизни. Вот так вот. Да. И насколько мы сегодня в состоянии сделать? Говорят, что даже когда еще ребенок не появился, уже можно вносить какие-то коррективы. Да, существуют такие центры в нашей стране. Один из этих центров в Екатеринбурге, и второй в Кулаковском центре в Москве. Да, они действительно выполняют уже оперативные вмешательства еще в интранатальном периоде. Практически уже божественная работа, скажем так. Ну и давайте поговорим о вашей уникальности, уникальности вашего замечательного отделения. Напомню, что это уроандрологическое отделение. Почему оно так называется? Соединили два вот... Есть обычно как, есть урологическое отделение, а у вас уроандрологическое. Ну, если говорить официально, то детские урологи... Они... Специальность правильно называется детский уролог-андролог. А, и поэтому назвали... И поэтому отделение уроандрологическое. В номенклатуре взрослых специальностей медицинских там просто урология. Да, и поэтому в детстве всегда отделение называется уро... То есть уро особенное, да? Да. А почему это отделение такое вот как бы единственное, уникальное, в чем его уникальность? Да. Наше отделение пока единственное полноценное функционирующее отделение в Московской области. Работает оно на 45 коек. Это много или мало 45? Для такого большого региона, как Московская область, маловато. Да, действительно маловато. Скоро откроется Красногорская детская больница областная. И, ну, я надеюсь, что они нас чуть-чуть разгрузят и помогут нам в более умеренном темпе. Это более дежурный теку глазуточный. Я понял. Так. 45 коек. 45 коек. Детская урология и андрология. Я не договорил, в чем все-таки разница. Андрология – это медицинская отрасль, которая занимается половыми органами. И, прежде всего, половым развитием детей во всех отношениях. А урология – это более обширное понятие, которое включает в себя… Разделить эти две системы невозможно – половую и мочевую системы. Но считается, что все-таки больше мочевой системой занимается урология, половой – андрология. Ну, условное различие в этом состоит. Ну, скажем, такой комплексный подход. Потому что мы еще раз говорим, что речь идет о детском отделении. Поэтому здесь все… С одной стороны, наверное, что-то можно подправить, что проще, чем со взрослыми. А с другой стороны, не навреди. Потому что здесь очень важно, да? И вот ваше отделение – 45 коек. И насколько заполняемость сейчас? Как вообще работают? По записи или люди попадают по каким-то другим показателям? Потому что вы же МОЦОМТ, да? Да, Московский областной центр. Заполняемость всегда стопроцентная. А периодически – 150%. Очень много в последнее время привозят экстренных пациентов. Так вот, например, очень сильно участилась такая патология, как мочекаменная болезнь у детей. Детки нам практически каждый день сейчас попадают с почечной коликой, обусловленной камнем мочеточника. То, что должно быть где-то в районе 50 лет, да? Мы еще сами помним, лет 15-20 назад в нашем отделении максимум 10 детей за год проходило с мочекаменной болезнью. Сейчас их привозят каждый день. Почему? И мы сейчас занимаемся этой темой в плане науки. Нам правительство Московской области одобрило финансирование научной работы «Мочекаменная болезнь у детей». Мы уже начинаем активно этой проблемой заниматься. Почему так происходит? В нашей жизни очень много изменилось. Пока это мнение, основанное на наших выводах и выводах коллег наших, которые тоже занимаются этой проблемой. Но еще достоверно нету научных обоснований. Конечно же, безусловно, гиподинамия, которая присуща всем современным детям. То есть, малоподвижный образ жизни. Дети сидят с мобильными телефонами, с ноутбуками. Компьютерные дети. Масса тела повышенная. Еда. Да, еда изменилась совершенно. Инсоляция тоже изменилась. То есть, солнца намного больше. Всем известно, что регионы, где инсоляция повышена, намного чаще страдают мочекаменной болезнью. Это из-за солнца, да? В том числе. Сушит что-то там у нас. И пока что это такие наши преждевременные выводы. Я надеюсь, что три года работы нашей научной... Мы сейчас поговорим во второй части о научной деятельности, потому что это очень интересно. Тем более... Еще как к нам поступают? Планово поступают. Предварительно записываются пациенты с помощью врачей-педиатров всей Московской области. К нам... То есть, могут привезти с севера, запад, с севера. И дети записываются, собирают все необходимые анализы, документы и приезжают в принципе в сложности. И проблем с этим не существует абсолютно никаких. Ну, тем не менее, я так понимаю, что речь идет... Вот вы говорите о Красногорской больнице. То есть, немножечко вам подмога будет. Потому что, ну, конечно, 45 коек для любого, мне кажется, направления маловато. Тем более, вы сами говорите, что... Ну, сейчас и погода меняется. Правда, мы каждый год говорим, что какая-то не такая. Потом выясняется, что это уже когда-то было. Но то, что солнце бьет рекорды, это да. Но здесь еще следует отметить, что касается детской урологии, андрологии, из всех существующих пороков развития, которые, в принципе, у человека бывают, около 40% приходится на пороки мочеполовой системы. То есть, этих больных очень много. Просто... Ну, это же фактически выводящая система, да? Может быть, поэтому пока идет становление... Она очень сложно организуется. Очень сложно соединяются все части мочеполовой системы в единое целое, когда ребеночек формируется. Вот самое сложное в своем формировании система. И поэтому все эти слабые места где-то происходит, так сказать, состыковка, там, мочеточника с почкой или, там, мочеточника с мочевым пузырем. Недолжным образом из-за этого формируется порок развития, который мешает ребенку нормально жить. Не совсем профессиональный вопрос, особо сугубо журналистский, но, тем не менее, я его адресую. Тоже многим вашим коллегам задавал его. Если вы давно практикуетесь, и вы сталкиваетесь с различными вариантами, с различными сложностями или неожиданностями, может быть, мы во второй части, кстати, тоже поговорим, потому что будем говорить о науке, будем говорить об уникальных каких-то случаях, интересных операциях, но можно ли сказать, что человек все-таки меняется в какую-то сторону, или он, в принципе, остается такой же, ну, просто патологией. Сейчас пошло время патологии мочевой системы, потом пойдет еще чего-нибудь. Но человек в целом, как вот он появился на Земле, так вот он до сих пор и существует. Или он в худшую сторону меняется? Безусловно, это один и тот же биологический вид. И он ничем не изменился у него. Тот же самый хромосомный набор, те же самые руки, ноги, голова и туловище. Но меняется современная медицина. Мы живем дольше. Причем живем намного дольше по сравнению с какими-то средними веками. Да, в 40 лет раньше считался. Да, да, это старик глубокий. Это был глубокий старик. Сейчас 40 лет это молодой человек. Медицина способна сейчас спасти детей с такими пороками развития, с которыми раньше они не выживали совершенно. И все это накапливает базу больных пациентов. То есть человек не поменялся, зато у нас появились новые возможности. Сейчас и в нашей клинике непосредственно выхаживаются детки, которые глубоко недоношены, рождаются 500-граммовые. Раньше, еще 20-25 лет назад себе представить нельзя было, что этот ребенок выживет. Сейчас они выживают, и у нас уже есть довольно-таки взрослые дети, которые родились вот с такой критически низкой массой тела. Вот давайте поговорим в финале первой программы, первой части программы о том, кто работает у вас. Потому что очень важно, что... Понятно, что и взрослое отделение, и детское. Везде должны быть профессионалы, везде должно быть доверие пациента к врачу. А у врача должно быть четкое понимание всего того, что нужно этому пациенту. Но дети – это особый такой вариант. Они по-другому себя ведут. Некая другая откровенность, некая другая боязнь. Он может молчать, но на самом деле бояться гораздо больше, чем если бы он кричал. По-разному бывает. Вот кто ваши коллеги, как вы берете к себе людей на работу, кто ваши сотрудники, ваш состав? Я считаю, что у нас очень сильный состав, очень сильный коллектив. У нас соблюдены все пропорции. Есть доктора со стажем. Стаж уже довольно-таки приличный. Ну, 20-20 с лишним лет. Есть молодые доктора, то есть преимственность поколений соблюдается. Молодые доктора активные. Ну, не секрет, что в такие отделения стараются выбрать ребят, которые душой болеют, которые горят на работе. Соответственно, мы тоже выбираем. Они должны соответствовать каким-то критериям. У них должны гореть глаза. Они должны хотеть учиться, оперировать. Ну, и материальная составляющая тоже. И они должны любить детей, что самое главное. А материальная составляющая их интересует? Интересует. У вас отделение-то особенное? Интересует. Вот в нашем отделении сейчас работает молодой доктор, которая пришла к нам два года назад. Она получила за счет больницы квартиру, которую снимает ей наше медицинское учреждение. Ну, то есть, соответственно, жилищный вопрос каким-то образом решается. Разные ходят. Говорят, что в Москве больше платят, в Московской области меньше платят. Потом реформы были. Да. Но опять же, тут еще очень важен такой момент, если говорить откровенно. Можно, конечно, погнаться за большими суммами, но, как вы говорите, еще должно болеть душа. Это самое главное на самом деле. Это первый принцип, по которому мы отбираем себе персонал. А вы лично отбираете? Или у вас есть какая-то коллегиальная группа людей, которые говорят, да, возьмем этот хороший парень. Коллегиальные. Безусловно, коллегиальные. У нас главный врач Мельник Татьяна Николаевна, заместитель главного врача. И непосредственно я этот вопрос решаем совместно. Понятно. Ну и в завершении первой части еще один такой момент. Как тоже такой романтический, а потом уже будем говорить во второй части о других вопросах. Очень же важно, что если приходит опытный специалист, он просто поменял место работы, но он как бы уже в курсе. А когда приходит совсем молодой врач, с одной стороны, у него вроде ближе по отношению к детям, он ближе по возрасту, а с другой стороны, родители начинают переживать. Вот нам дайте лучше доктора со всеми степенями, а молодой доктор нам не нужно. А ведь молодые доктора иногда бывают гораздо, ну, что называется, землю рвут еще. Как у вас отношения между пациентами и врачами? В медицине это немного сложнее, нежели в других специальностях. У нас молодой доктор после 15 лет работы, многие его еще считают молодым доктором. А вот так, да. Да, потому что особенно в хирургических специальностях ему еще очень многому надо научиться. Родители, да, вначале к молодым докторам относятся с некоторой настороженностью. Ну, когда они видят, что весь коллектив – это единое целое, когда работают и молодые, и более опытные, и все в одном ключе происходит, когда есть уже какая-то информация об этом отделении, и пациенты уже заведомо поступая, знают, что в этом отделении хорошо к ним отнесутся, хорошо вылечат, сделают все, что делается, в принципе, в России на сегодняшний день. Я думаю, что выбор для них очевиден. Понятно. Медикаменты, еда, все, что необходимо у вас имеется? Да, все это есть, все покупается. Потому что у вас же, наверное, особенные какие-то есть, ну, помимо обычных медикаментов, есть еще специализированные. Да, очень много у нас оборудования, очень много специализированного, без которого детскую урологию, андрологию на сегодняшний день представить невозможно. Еще, да, научная деятельность, о которой мы в второй части будем говорить, и там еще раз напомним, как, в общем-то, можно попасть, потому что есть, ну, срочная, да, необходимость, а есть, когда вот что-то кто-то сомневается, знаете, как, пришел к врачу, что-то ему не понравилось, ну-ка я, может быть, еще кому-то поеду, потому что, ну, мама с папой есть мама с папой. Сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что это программа «Открытый диалог». Говорим мы сегодня о ур-андрологическом отделении Московского областного центра охраны материнства и детства, известный нам как «Мацон», и в гостях у нас заведующий этим отделением Андрей Андреевич Суходольский. Дождитесь продолжения. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пимненко. У нас в гостях заведующий ур-андрологическим отделением Московского областного центра охраны материнства и детства Андрей Андреевич Суходольский. Ну и обещали мы поговорить о ваших научных исследованиях, потому что многие как-то забывают, что существуют отделения, самые разные, самых разных направлений. Но там не только лечат тех людей, которые пришли сегодня, но и подбудят какую-то научную базу, а потом еще и внимательно изучают все происходящее. Как у вас работает этот научный сектор? Что это такое? В течение последних трех лет мы являемся клинической базой Российского университета медицины. Это бывшая МСУ имени Евдокимова, Третий Московский медицинский университет. В нашем отделении, ну и не только в нашем отделении, во всех хирургических отделениях, сейчас кафедра детской хирургии Российского университета медицины. Соответственно, у нас обучаются студенты, чем уже осуществляется преемственность поколений. Студенты даже смотрят, что вот туда пойду. В этом году три уже бывших студентки приходят в ординатуру по детской хирургии, и они будут у нас учиться уже осваивать целенаправленно навыки. Тем более вы же с именем, как говорится, поэтому это хорошо. А вот сами исследования, то есть как это проходит? Потому что я сейчас поясню свой вопрос. Есть практическая медицина, то, с чем вы сталкиваетесь, а другое дело, когда нужно сесть, все обдумать, да, и, я так понимаю, участие в каких-то симпозиумах, и до санкций, и во время санкций, какие-то другие варианты, онлайновые встречи, какие-то новые издания, книги, научные исследования. Вот как это все работает? Да, все это происходит. В первой части мы говорили об одной направленности нашего отделения, в которой мы очень стремительно вошли и сейчас активно занимаемся. Это мочекаменная болезнь. Одобрено финансирование правительства Московской области этой большой научной работы. Сейчас доктор, молодая доктор нашего отделения активно занимается, пишет кандидатскую диссертацию на эту тему. Мы активно... Помогаете? Да, помогаем. Мы совместно работаем с НИКИ детства, это научно-исследовательский клинический институт детства Московской области, с научным центром здоровья детей, это бывший институт педиатрии на Ломоносовском проспекте. В нашей работе активно принимают участие профессор Зоркин Сергей Николаевич, это наш учитель, мы очень тесно с ним работаем. И на базе нашего отделения выполняется... Это вот одно из направлений. Выполняются клинические исследования, научные изыскания. Соответственно, мы выступаем с докладами, общаемся с коллегами. Недавно мы ездили в Санкт-Петербург, выступали с докладом, но по другой теме. Второе направление, которым мы активно занимаемся, это хирургия мочеиспускательного канала. Существует ряд методик, которые у нас были впервые выполнены в России, сейчас очень широко используются по всей стране. То есть вы как бы зачинатели этого. Да, да. Третий раздел, который тоже очень активно сейчас применяется в нашем отделении, это андрология. В частности, есть у нас доктор, который занимается генетическими аспектами варикоцели. Очень распространенное заболевание, очень много вопросов. Весь мир эти вопросы ставит и не могут их снять. Я думаю, что мы внесем свою лепту в мировую науку и придем к какому-то выводу. То есть у вас весь комплекс и теория, и практика. Да. Очень активно занимается отделение научной работой. Мы ежегодно выступаем на самых больших урологических форумах, конгрессах. Раньше выступали и на международных довольно-таки часто. Сейчас, наверное, будем осваивать уже страны глобального юга, Китай, Индию. Тем более там тоже есть, наверное, что подчеркнуть. У нас знакомые есть доктора, которые там работают. Я в процессе написания своей работы познакомился очень со многими докторами, которые занимаются хирургией мочеиспускательного канала. Мы продолжаем общение. Вот. И то, что, например, написали работу, что-то получилось, поняли, это потом внедряется во время работы? Конечно. Ну, для этого мы и делаем эти работы. То есть не откладываются на пол? Нет, нет, нет. Эта работа пишется не для диссертации. Понятно. Да. Ну, вот хотелось бы еще перед тем, как мы напомним, как к вам попасть, если необходимо нашим телезрителям могут это узнать. Вот какие-то были уникальные операции, которые вы проводите? Какие-то интересные моменты, которых можно бы даже с научной точки зрения рассказать нашим телезрителям? Я уже упомянул о хирургии мочеиспускательного канала. Есть такое распространенное заболевание, которое называется гипосподия. Частота этого заболевания увеличилась кратно за последние 15-20 лет. Если раньше когда-то каждый 500-й ребенок рождался, мальчик с гипосподией, то в настоящий момент каждый 100-й, 150-й рождается с этим пороком развития. То есть 5 раз. Да. И больных становится много. Хирургия мочеиспускательного канала очень сложная. Используются очень сложные методики перенос ревоскулиризованных кожных лоскутов, создание неоуретры. Неоуретры – это новый мочеиспускательный канал, который не сформировался с рождения. А он не сформировался почему? Опять же, какие-то все вместе внешние... Считается, что основная причина – это гормональный дисбаланс в интернатальном периоде, то есть в внутриутробном периоде, особенно первые 3-4 месяца, произошел какой-то гормональный дисбаланс на основании многих причин разных. То есть вы заново фактически восстанавливаете, как это должно быть? Да, восстанавливаем. Потом большой раздел урологии и андрологии – это эндоскопическая и лапароскопическая хирургия. Сейчас практически все пороки развития и много приобретенных заболеваний почек, мочевого пузыря, мочеточников оперируются с использованием лапароскопических и эндоскопических методик. То есть максимально терпимо, скажем так. Да. Операция выполняется абсолютно та же самая. Но доступ – это несколько проколов. Один, два, три прокола, через которые делается эта же самая операция. И этот доступ имеет очень большое значение, потому что, когда растекали несколько слоев мышц, чтобы добраться до органа, либо сейчас их прокалываем и делаем абсолютно ту же самую операцию, мы этих детей уже можем активизировать практически в тот же день и выписываем их через день-два. Тех детей, которые раньше лежали... Ну, то есть заживало то, что пришлось разрезать. Две-три недели, да, лежали они раньше. И сейчас, так понимаю, время операции тоже чуть-чуть сокращается, да, или где-то... Да. Первое время, когда мы начинали только делать эти операции, время операции, наоборот, увеличилось. Ну, еще до опыта набирались. Да, опыта не было. Методики осваивались. Они осваивались по всей стране тогда. Даже тогда стояли вопросы, что стоит ли вообще это делать. Все уже прекрасно понимают, что стоит. Да, и методики очень хороши. Детки восстанавливаются намного лучше. И время операции сейчас уже за счет того, что этот доступ не выполняется, большой, открытый, проходится там одним проколом. Ну, как точная такая история. Да, и операция действительно уменьшается на значительное количество времени. Ну, и, наверное, ребенок, да, меньше как-то переживает по этому поводу. Потому что, ну, тут, конечно, все мы когда-то, наверное, бывали в воде. И косметический вид имеет значение, да. То есть нет вот этих калечащих, деформирующих рубцов после операции. То есть эти рубчики после этих проколов надо еще поискать на теле ребенка. Обратная связь у вас существует? Приходят какие-то вот ваши выпускники, скажем так? Да, существует. Как раз в рамках нашей науки. Нам самим очень интересно. Мы наблюдаем всех этих детей. Да, да, да. Мы собираем базу, они наблюдаются. Со многими у нас практически приятельские, дружеские отношения нашими пациентами. Многие уже выросли, они взрослые люди. Приводят нам своих детей. Показать и проверить, что все у них хорошо. Ключевое – приводят своих детей. Потому что все-таки уролог-андролог – это особенная зона. Ну, и последнее. У нас совсем остается мало времени. Давайте напомним. Все-таки, как вам можно попасть? Потому что сейчас бабушки, дедушки, мамы, папы заинтересовались. Может быть, кто-то хочет провериться. Ну, мы не говорим сейчас о чрезвычайном случае. Тут уже как. Да. А вот как можно в качестве консультации или еще что-то? Плановая госпитализация, она довольно-таки проста. Мы частично об этом говорили в первой части нашей передачи. Все педиатры Московской области знают наши контакты, знают, как к нам записать ребенка. Существует на сайте нашей больницы форма обратной связи. То есть пациент, которому выставили диагноз какой-то, который требует обследования в уроандрологическом отделении, может зайти на наш сайт и записаться. Мы в течение двух-трех дней отвечаем всегда. В нашей клинике существует консультативно-диагностический центр, где мы консультируем, консультируют врачи консультативно-диагностического центра, с которыми у нас очень тесная связь. Они тоже выставляют диагнозы и при необходимости направляют к нам в отделение. Гостем нашей программы был сегодня Андрей Андреевич Суходульский, заведующий уроандрологическим отделением Московского областного центра охраны материнства и детства. Мацомт, кандидат медицинских наук, врач-детский уролог-андролог, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Московской области по детской урологии-андрологии. Большое спасибо. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пименко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин